Добрый вечер, друзья! Большое спасибо за то, что пришли и так долго ждали. Я очень рад вас видеть снова. Для нас как-то незаметно пролетело лето, летние каникулы, и вот мы открываем наш новый литературный сезон 2011-2012 в клубах, в которых мы работаем. Недавно было открытие в клубе проекта Аги, это был вечер Тимура Кибирова. Затем мы открыли улицу Аги, вечер Маши Галины и презентация ее романа «Медведки». Вчера «Отдачу на покровке» Таня Данильянс читала, рукопись «Красный шум» в своей будущей книге. И сегодня мы открываем Белингу. Я всегда говорю, что открываться нужно правильным вечером. И мне кажется, сегодняшний вечер абсолютно правильный, потому что это вечер из цикла «Полюса». И чтобы вас еще немножко потомить, а авторам дать время собраться, я чуть-чуть поговорю «Полюса». Это наш самый старый, любимый цикл, пожалуй, самый известный. С него мы, в общем-то, начинали когда-то свою литературную программу. Это было в январе 2004 года, это был первый литературный вечер. И вот с тех пор мы в письме все время это делаем. Этот цикл мы придумали с моим другом поэтом Иваном Волковым, который в первое время и вел его, пока к нашему огорчению не уехал в Кострому. Потом мы отпразднули пятилетие в клубе «Пироги на Никольской», где проходил этот цикл вечеров, был такой клуб. Отпраздновали очень громко и пьяно, на следующий день клуб закрылся. И мы перевели этот цикл в клуб «Артефакт», в котором он шел год. А потом мы почему-то решили, что он будет в билингвии, и вот два года он идет, соответственно, в билингвию. «Полюса», как правило, раньше шли два раза в месяц обязательно. И никогда там поэт, автор не мог повториться. То есть в «Полюсах» можно выступить только один раз. И если посчитать за эти уже семь лет, даже больше семи лет, что этот цикл идет, можно понять, что их было какое-то невероятное количество. А именно, я могу сказать, что их было, по-моему, уже больше двухсот авторов, которые выступили в этих «Полюсах». Соответственно, вы можете, и нас часто обвиняете, вы можете сказать, что откуда вы столько поэтов взяли, не бывает на свете столько поэтов. Потому что, как известно, в поколении один, ну, два поэта. Я, в общем-то, всегда заготавливаю такие бумажки и прошу Данилу раздать, кому интересно. Потому что я уверен, это список «Полюсов», которые были, и вы можете их посмотреть. И каждый для себя, я думаю, там поэта найдет. Основным принципом при подборе авторов на каждые «Полюса», как правило, это разные поэтики. Но бывают другие случаи. Я всегда рассказываю о двух наиболее таких ярких случаях. Первый – это такие игровые «Полюса», когда выступают не сами авторы, а их маски. Так, например, у нас был вечер Бахета Кинжеева. Там он был ремонтом Приборовым, есть у него такая маска. А его оппонент был Герман Лугомников. Такая у него маска есть с Бонифацией. Это вот такие игровые «Полюса», есть такой тип. А еще, например, я очень горжусь «Полюсами», тоже несколько игровыми. Например, между тогдашним депутатом Московской городской думы Евгением Бунимовичем, он от политики выступал, с крупным бизнесменом, и тогда, и ныне, это генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. Очень такие были «Полюса», бизнес против политики. Но, надо сказать, что и по этикам они сильно отличаются. За время существования цикла, мы их как-то выделили для себя, нам особенно запомнились «Полюса» между Тимуром Кибировым и Ольгой Седоковой, Олесей Николаевой и Львом Рубинштейном, Алексеем Цветковым и Александром Тимофеевским. «Полюса», в которых считали Сергей Гондецкий, Наталья Горбаневская и Станислав Красавицкий. Нам особенно дороги «Полюса», в которых участвовали, к сожалению, уже ушедшие от нас поэты. Геннадий Айги, Илья Кормильцев, Дмитрий Александрович Пригов, Всеволод Некрасов, Михаил Гендарев, Евгений Сабуров, Алексей Парщиков. Ну, в общем-то, вернемся к сегодняшнему дню, к сегодняшним «Полюсам». Будем считать, что сезон литературный открыт. И сегодня «Полюса», которые мы, я не знаю, мне Данила подскажет, мы работали над ними года два, три. В общем, мы ждали эту пару, знаете, вот года два-три. И, наконец, дождались. Шиш Брянский. Кирилл Медведев. У нас есть такая добрая традиция, когда на «Полюсах» авторов представляют. Да, мы для себя внутренне зовем этого человека экспертом. Так вот, сегодня в этой роли выступит замечательный поэт, и мы благодарны ему за то, что он согласился, Валерий Ногаков. Меня попросили сказать пару слов у героев сегодняшнего вечера. Наверное, нужно начать с того, что их объединяет. На мой взгляд, оба поэты, Кирилл Медведев и Шиш Брянский, в свое время стояли у истоков того процесса, который произошел на наших глазах в нулевые 2000-е годы, то, что принято называть небывалым расцветом русской поэзии. То есть, они громко заявили о себе на рубеже тысячелетий, вот в конце 90-х, начале 2000-х годов, а потом отошли от активного участия в литературной жизни, от так называемого лид-процесса. Кирилл Медведев увлекся политическим активизмом, Шиш Брянский занялся наукой и журналистикой, то есть, оставили нас все это разгревать, все, что происходило в нулевые годы. И вот сейчас они возвращаются отчасти в литературную жизнь, как свидетельствует сегодняшний вечер, опять-таки, почти одновременно. Хотелось бы понять, чем был вызван в свое время их уход. Возможно, они одними из первых почувствовали, к чему идет все это развитие современной поэзии, к тому, то есть, к чему мы пришли на 2011 год, то есть, к тому состоянию, когда возобладали тенденции, в общем-то, чуждые поэзии и Кирилла Медведева, и Шиша Брянского, то есть, поэзии более развлекательного плана, скажем так, с одной стороны, ориентированной на формат поэтического слэма, с другой стороны, поэзия академическая и, в сущности, необязательная. Поэзии, избегающие обращения к острым темам, к каким-то густым вопросам или скользким темам, или, если и прибегающие к ним, то в более игровом ключе. Поэзия и Кирилла Медведева, и Шиша Брянского как раз отличалась более критическим подходом. У Кирилла Медведева это была критика, направленная на социум, главным образом. У Шиша Брянского она носит более, все-таки, метафизические характеристики. Возможно, их появление связано с тем, что эти тенденции каким-то образом опять приобретают свое значение и выходят на какой-то, если не передний, то все-таки, значимый план. Поскольку, все-таки, условно говоря, творчество и одного Кирилла, и второго в свое время можно было назвать мейнстримом политического. Ну, а что касается их полюсности или полярности, можно вспомнить то наше истощенное противостояние, под знаком которого проходил, опять-таки, проходил поэтический литературный процесс в нулевые годы. Это противостояние верлибристов и силоботоникам. В данном случае мы имеем в лице Кирилла Медведева, такого радикального верлибриста, автора текстов, поэтических текстов, которые практически мало чем уже отличаются от прозаических. А в лице Шиша Брянского мы имеем такого классического силоботоника, который апеллирует, в конечном счете, к ценностям серебряного века, естественно, подвергшимся такой жестокой постмодернистской деконструкции. Ну, в общем, тоже можно их считать такими вот прототипами этой абсурдной, но очень жесткой конкуренции между двумя формальными подходами к поэзии, которые существовали вот в нулевые годы. В общем, наверное, этим предварительным наступлением я и ограничиваюсь и передам слово поэтам. Спасибо. Спасибо Валерию Ногатову. Я очень коротко напомню формат полисов. Значит, поэты читают по три раза, минут по десять, сменяя друг друга. За это время у нас есть по-прежнему симпатичный молодой человек, как и в 2004 году. Он предложит вам написать записки. Да, вы не стесняйтесь, разбирайте бумагу, пишите, потому что, ну, по опыту мы знаем, что вот эта вторая часть вопроса-ответа, она полностью зависит от вас и от поэтов. Ну, сначала от вас, да, должен быть посыл. И, как правило, она получается очень интересная, если зал немножко работает. Поэтому я вас призываю к этому. И, к тому же, случай довольно такой, мне кажется, на этот раз хороший. Вот. Значит, после того, как я читаю, они ответят на ваши записки. И в конце они прочитают по одному стихотворению, как кода. Потому что мы всегда говорим, что поэтический вечер должен заканчиваться стихами. Все. Спасибо. Значит, мы договорились, что первым начнет Кирилл Медведев. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышно, да? Значит, вот, как и обещал Валерий, сейчас будет уже радикальная верлиба зачитанная. Вообще, как-то сразу надо сказать, что довольно все мрачно. Я так сегодня вот перед выходом перечитал. Кровь, насилие, в основном, такие темы. Я так предупреждаю вот на всякий случай. Человек, который на пне сидит, через два часа будет в кровь избит. А второму, накапливающему злость, выдвижным ковшом разломают кость. Ну а с третьего битой собьют всю спесь. Врежут так, что забудет, зачем он здесь. А четвертый прочь уйдет по лесам. Эту всю игру он придумал сам. Бабушка сквозь прозрачный воздух на деревья глядит. Скоро два года, как внук ее убит. Напали где-то или в метро рванул динамит. Не знает, как пережила эти два года кошмара. Не размышляла о том, что это случайность, дикая или божья кара. В тихом бешенстве прозябала. И только теперь немножечко поправляется. Поняла, что все умершие когда-то встречаются. Природа для нее раскрывается. И Господь от бесконечных доброд своих приносит покой. Пение птичек и троллейбусов мягкий вой. А парень в гробу вертится живой. Целуй меня еще, целуй меня так задорно. Чем больше ты меня целуешь, тем быстрее я превращусь в уродского козла. В позорного хорька, в тупого бизона. Я еще минуту назад бывший, как тебе казалось, таким нежным и прекрасным. Но ты уже будешь пьяный и веселый от горя. Он еще на коне раскручивает свою диалектику, клеймит фашистов, требует сжечь свои книги на площади и организует антибуржуазный театр. Но самые сильные его враги, недолюбливающие диалектический материализм и гораздо больше ценящие смутные поэтические материи, уже нашептывают ему, что он сдался. В 1953-м не поддержал восстание берлинских рабочих, а в 1941-м, приехав в США, сказал, что не имеет ничего общего с коммунизмом. Как же можно было не поддержать восстание берлинских рабочих театрально? В духе старого театра вскидываются эти силы, у которых за душой ничего, кроме пары холодных предсказаний. Когда я думаю о тебе, мой взгляд становится беззащитно алчным, и девушки в метро начинают так странно посматривать на меня. Вот и сейчас, украдкой переглядываясь с одной девчонкой в серых сапогах напротив, я успеваю в мыслях пообщаться, поцеловаться и потрахаться с ней, поругаться и помириться. Еще раз поругаться и уже окончательно возненавидеть друг друга, как раз на той минуте, когда она выходит. И можно на время расслабиться и спокойно заняться политикой, бизнесом и борьбой. На границах огромной тьмы мы были сдержаны и немы, а на пороге яркой весны, как будто немочью заражены. На фронтах огромной войны мы очень пафосны и смешны, каждый клоун к бою готов, каждый знает своих врагов. Все видали врагов своих, смешили и убивали их в чащах партизанских лесов. С хитроумием адских котов, стоя на мутной границе тьмы, нерешительны были мы, как я сегодня перед тобой, стою заброшенный и немой. Но мой лозунг всегда со мной, к черту эту власть дало этот строй. Вы бессовестно нефть делили для прокладки платных дорог. Вековые леса белили без стыда, и с вами был Бог. Мы в то время бесами были против ваших позорных хунт, надрывались, плели, мутили, подбивали людей на бунт. И когда после стольких бурь мы наконец захватили власть, то врагов побросали в тюрьмы по делам, и он был за нас. Нам теперь не нужна, нам теперь не важна награда, чтоб не дал чудной дуралей, будь то смрадная бездна ада, будь то свежесть райских полей. Прости, что ты мчишься в кровавые джунгли, в свой гордый сверкающий ад, где непотребные обезьяны тебя раздерут и съедят. Прости, что поборником света и правды я здесь остаюсь навсегда. Прости, что все так несправедливо вышло, а я не прощу никогда. Спасибо. Добрый вечер. Микрофон хорошо работает? Так, ну, вот начну я с коротенького стежка, который, собственно, соответствует тому, что читал Кирилл Медведев. По наущению кровавой копни, дождь морозит, сокращаются дни. Сдохнем же, свергнем преступную власть. Сдохни, змеюка, и свет нам не засть. Оставлю от себя не перлые науки, не вещих слов ля-ля, а бля-бля-бля и глюки. Двугорбый маг пиздык, что мне как друг мир волит. Загробный божий втык мне клюком обезболит. И потечет мой хрюк лазурною рекою, и я вкушу пиздюк небесного покою. Я над лысою горою желтым пламенем горю. С каждым часом разгораюсь я все пуще, и пока еще на здешнем языке я говорю. Я скажу тебе о том, что мне присуще. Мне присуще то, чего ты от меня совсем не ждешь. Голос вьюжный взвоев медная октава. Твердость мозга, холод сердца, гомерический пердеж. И грохочущая поступь говнодава. Если как-нибудь не жопой на меня посмотришь ты, То увидишь не забатую козявку, А того, кто мир избавит от шипучей хуеты И пошлет его начальника в отставку. Разбилась птица божия, а рыхложопый пень, Закрылися орлиные глаза. У мира светло-шизова ветшает залупень, И сжет его гиенна спод низа. Вот выебли Георгия и содят на свинью, Въезжает крыся на двуглавой пше, А я с ней целоваюсь и кычу, и звеню. Мне радостно и чудно и вообще. Я король вселенной, я святой нетленный, Всем повелеваю и охуеваю. Я кормлюсь морковью, запивая кровью Ёбаных студентов и интеллигентов. Мне присуща строгость, верю я в приметы, Я не должен трогать некоторые предметы. Въелись миру в фалду, моей желчи пятна, Если вам что впадло, значит мне приятно. Злая западенка дернется под спудом, И меня, кутенка, юбнет чудным удом. Кровь парную выпьет, сучью кость проклюнет, Ум хуевый выбьет, дух веселый вдунет. Ваш кагал распнется на срединном треве, И лицо зачнется у меня в очреве. Лютого треклядья, чалая икона, Голова селячья, волчьего эона, Кумачом херима в пламенном покое, И я дам ей имя, не скажу какое. Я люблю свою тюрягу, то присяду, то прилягу. Я вообще хорошо отношусь к молодежи, На нее я с любовью гляжу. Часто виден талант, Особливо, когда в них гляжу, Но какие мудацкие рожи! Когда вызревал кровянистый звездой рак нарек, По кускам меня высрали боги, И главный бог меня нарек, Евдрот и писька в жопе ноги. Еще бантик они мне желтый пришили, Но тут чего-то лопнуло у главного в забу. И вот я сам себя по имени зову Бествердный шире. В час, когда в мой рай войдут, Чикатило и Анаприенко Заиграет лет Кахенко, Небеса мои прогнутся, как батут. Я Петра для них зарежу и Илью, Через братский поцелуй в них перелью, Хлад моей грозы, моего ветра волю Угощу отборную травою И надев на них двоих один венок Из лучистых ярых лезвий Снова к вам слечу, как черный воронок, Чтобы целовать по всей земле железной Красные следы их ног. Душа моя полная тьмы Наедет на ваши умы И станет неважно отнюдь, Где жопа у вас, а где грудь. Когда я раскрываю мои красные крыла, Мне вся вселенная мала, Когда я разжимаю мои черные уста, Мне твердь широкая узка, Когда я доставаю мое сердце из груди, Я вижу все, что впереди. Когда я вытряхаю мои мозги из головы, Я звездно жив, а вы мертвы. Утро красит свежей кровью Остаротовы столпы, Поведу стальную бровью Сдохнут бляде и попы, Разведу рукою тучи, Плюну мирой в мой эон, Погляжу с высокой кручи, Как по небу едет йон. О любви моей, как рому, Совершенному уму, Не скажу я дорогому Господину моему, А скажу я, вот хихуня, Я бревно, а ты пила, Видишь волость моя кунья, Закозлилась, умерла. Поносить не дал мне бургу, Выгнал в поле беспорток, Дай хоть скушать твою бугу, Посморкаться в твой платок, Но в ответ лишь саблей вострый Надо мною йон махнет, И я сделаюсь безхвостый Растопыренный енот. И он мне молвит, Ты мой голем, Мои члены укрепит, И клокочущим люголем Из купели акробит Поднесет кошерных щей мне, Скажет полно не тужи, Это будет воскресенье Пасхой ёбаной души. Ну, хватит пока думать. Поход на мэрию. Это называется так, Книжка, которая... Нам согласовали антифашистский марш, Но не согласовали шествия. Мы с правозащитником Пономарёвым Пошли разбираться в мэрию. Пономарёв был очень зол, Я его слегка сдерживал. Они у меня будут знать, Как разрешать акции фашистам, Говорил он. Было чувство, что ничем хорошим Это не кончится. Замок департамента по массовым акциям Олейник оказался толстым розовощеким пупсом. Понимаете, решение по вашему делу Уже принято. Начал он улыбаясь. Вы по-русски умеете разговаривать? Мрачно спросил Пона. Так вот, я же и говорю с вами по-русски, Сказал Олейник. Нет, если вы так начинаете разговор, Значит, не умеете. С такой лёгкой перебраночки Всё началось, Но потом вроде выправилось. В ход пошли фальшивые улыбочки И дипломатия. Но мы же с вами понимаем, Лев Александрович. Спасибо, Васильевич. Конечно. Мы уже людей оповестили, Мрачно сказал я. Отступать некуда. Олейник начал засыпать Какими-то подзаконами. Пона тоже не давала слабину. А я слегка забылся, Зная, что когда два специально Начинают засыпать друг другу Законами и подзаконами, То всё превращается В самое крайнее жульничество, Как на суде. И это жульничество мне неприятно. За окном виднелась Москва. Я вспомнил, как 2 октября 1993 года В ночь перед штурмом мэрии Силами оппозиции Менты взяли нас За несколько кварталов отсюда За якобы разбитое стекло В здании мэрии. Тогда в ментовке Я убеждённо говорил, Что стекло разбили не мы. И менты нас отпустили. Хотя, как потом выяснилось, Стекло разбил я. Просто этого уже не помнил. О, святое пьянство! Правду говорит легко и приятно. Вы слышали, как кричат шакалы? Сидя в мэрии, Я вспомнил бой шакалов В одном абхазском селе. Это даже не вой. Это как будто свадебная толпа Вываливает на улицу. Вываливает и вопит, И поёт, поёт, поёт весело. В том селе боятся Нашествия енотов с севера Через русскую границу. От этого всего Меня отвлёк шум в кабинете. Шум, хруст, беготня, Опрокидывание стульев. Я подумал о том, Что меня настиг этот кровавый кошмар. Пономарёв всё-таки въебал олейнику. Я начал бегать вокруг него, Кричать. Не надо, Лев Александрович, не надо. Ой, ну не надо. Пожалуйста, ну не надо. Квозь моих причитания Прорывался голос олейника. Он хлюкал. Но потом хлюкание прекратилось. Потому что я задумался. И двух на этот момент Как бы выключился. Осталась одна, Причём слегка замедленная картинка. Что говорил Пономарёв, Я тоже не слышал. Но что может сказать человек, Отстаивающий свои права В гордом иступлении. Однако он говорил, Я знаю вас, Малахольных социалистов, Не способных защитить себя и других, Полусектанты и дети, Не помышляющие о правах своих, Маргинальные нытики, Старые библиотечные девы, В субкультуре вы или в политике, Определитесь уже, Наконец, где вы. Начальник Оленика Кадатки Не пришёл на помощь помощнику. Он был на совещании. Послал Оленика встречаться с нами. Но не пришёл ему на помощь. Так и остался на совещании говнюк. Ощущение своих прав даёт человеку физическую силу, Размышлял Я, наблюдая, Как Пона мочит Оленика. А мы, Левый, Не чувствуем твёрдо никаких своих прав, Разве что эфемерное право на утопию. Многолетние разговоры о революционном насилии Выморозили нашу кровь и превратили нас в чахлых устриц, Не умеющих отстоять собственные права, Тем более ещё чьи-либо. Продолжал я думать, Уже давно выброшусь из этого ада, Глубоким вечером. И эта мысль увела бы меня далеко. Но я получил письмо от Пономарёва О том, что они так и не согласовали шествие. Завтра новый поход на мэрию. Да, это вот как раз стихи из книжки, Которые о насилии. Вот что произошло в нашем городе в День Победы. Вечером две семьи гуляли в парке. Одна пара с четырёхлетней дочерью, Другая с семилетним сыном. Одна из женщин была на девятом месяце беременности. Два мента увидели бутылку лимонада, Которую вытащила из сумочки одна из женщин И передала четырёхлетней дочери. Один из ментов подошёл и, не вынимая сигареты и зубов, процедил. Так, граждане, распиваем. Все замерли. Мент вырвал из рук четырёхлетней Арины бутылку и понюхал. Не спиртное ли? Мама девочки возмутилась. Товарищ полиционер, вы что себе позволяете? Что разбиваем? Я дочке дала побитый лимонад. Жарко же. Чё? Ты чё, мамаша, себе позволяешь? Поговори мне ещё. Мент швырнул в мусорку отобранную у ребёнка бутылку для лимонада. Девочка заплакала. Тут вмешались мужья. Менты ответили. Да вы чё, офигели? Да мы сейчас вам пришьём нападение на милицию. Знайм в камере. Мент по рации вызвал подкрепление, примчавшееся тут же на двух бобиках. Выскочившая оттуда группа принялась запихивать в машину обоих мужчин. Четырёхлетняя девочка закричала. Куда вы тащите моего папу? Мамы, конечно, стали защищать мужей. Их тоже, в том числе беременную на девятом месяце, потащили в машину. И вдруг один из ментов сказал ей, встанешь на колени, я оставлю тебя с дочерью. Она встала на колени. При этом 47-летний Танилка и 4-летняя Арина ребели в голос рядом. Арина кинулась защищать родителей, схватила за ногу мента, но он отвесил ей пендели. Четырёхлетняя малышка пропахала правой щекой по асфальту. Об этом мы с парнями решили действовать. Узнали всё, какой наряд в следующие выходные. Сидя в кустах, мы долго сперяли фотографии, чтобы не ошибиться. Я плохо вижу, поэтому смотрел в бинокль. Всё совпадало. Тот же самый патруль, но всё же оставались небольшие сомнения. Когда один из них назвал другого мишка хуишка, а другой его в ответ стал пидорас, всё стало окончательно ясно. Алексей тонким голосом крикнул, помогите. Менты приезжали на помощь. Одному проломили голову сразу, другой подскользнулся от неожиданности. Сейчас мы тебя убьём, сказал Арсений, вставай на колени. Мент отказался встать на колени, процедившись в дело чести. Он уже был не в себе и постоянно твердил, как в каком-то трансе, дело чести, это дело чести. Не зная, что помогало ему в этот момент стоять на ногах. Иван прокнул ему шею шампуром, который только что нашёл тут же под кустами. Мент сразу упал, кровь брызнула и растеклась вокруг, вторгаясь в жизнь мелких лесных животных. Бензина оказалось маловато. В первый раз сложно грамотно рассчитать, но было сухо. Тучи в городе были разогнаны, как будто для парада. Поэтому и изверги запылали довольно легко. Потом мы сидели в чебуречной, и я излагал друзьям свои взгляды на насилие. Я говорил, что никогда не смогу убить человека, который, например, приказал снести моё любимое здание или вырубить парк. Потому что жизнь человека, конечно, не соизмерима со зданием или парком. Я, безусловно, против уличного террора. Ни в коем случае не должны страдать случайные люди. Никаких бомб и подрывов. А вот точечные казни оправданы. Допытки и изощрённое насилие по отношению к нашим товарищам, а также просто к беззащитным людям, я считаю, можно и нужно убивать. К счастью, речь уже не могла идти о том, хорошо ли убивать вообще, можно ли отвечать насилием на насилие, стоит ли следить на комментах, всемирная гармония и так далее. Дело-то было сделано. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Навстречу выдвинулся полкомона и все ошалели, но уже не от философского, а от вполне земного человеческого бессилия. Я с восторгом вспомнил идею из одного анархистского манифеста о том, что, мол, размышлять о пацифизме может только тот, кто владеет оружием. Вот бы нам оружие, подумал я, мы бы здорово порассуждали о пацифизме. И вдруг в этой высшей точке нашего безумия оружие появилось. Наши ряды раздвинулись, и из самой гуще студентов-пацифистов, пропащих интеллигентов и местных пенсионеров застрекотал пулемет. ОМОНовцы падали, как подрубленные деревья Химкинского леса. Но все-таки главное, чтобы революции не было, сказал Женя Чирикова, когда мы, стоя над кучей трубов, пытались сообразить, что же делать дальше. Во время Октябрьской революции было убито меньше народу, чем сегодня, сказал я. Зато потом, во время Гражданской войны, сколько поубивали, сказал Михайло Леший. Это потому, что армия и полиция не перешла на сторону народа, сказал кто-то еще. Потом разлили понемногу водки, мы все выбили за то, чтобы в этот раз полиция и армия перешла на сторону народа, то есть на нашу сторону. И в этот же момент увидели, как по шоссе, в виде бойцов ОМОНа, одетых в камуфляж цвета свежего леса, к нам идет подкрепление. В тот день мы вывели двух слонов на демонстрацию, а рядом пустили пару грузовиков, заполненных фруктами. Слоны брали хоботами фрукты и давали их всем, ананасы, дыни. Мы шли и вспоминали, как однажды, заплатив работникам зоопарка, увели ночью из стойла небольшого слона. И так у нас получился своеобразный агит-слон на 1 мая, который мы потом привезли обратно на грузовике, как и обещали, так, чтобы никто ничего не заметил. Однако теперь не надо было ничего покупать. Идея со слонами была принята на всеобщей ассамблее в качестве рекламы, открытого недавно за городом Летнего слона парка и проведения туда специальной линии легкого метро. Но вдруг одному мальчику не хватило ананаса. Его успокаивали, но мальчишка не унимался. Все это стало возможно, потому что весь цивилизованный мир отказался от интервенции в революционную республику. Буржуазные специалисты не стали разрабатывать новое секретное оружие. Министр капиталисты и нефтепромышленники подумали и сказали «хватит». Африканеры плохие, злые конголезы, Закуют меня в глухие, гулкие железы, Отбиваясь от неявных, отдаленных дядек. Я, хоть я один из главных, все же выпью ядик. Уъебячивая ротом воздухи льдяные, Я взорвусь солнцеворотом ради вас, родные. Расколюся, растекуся талыми лучами Ради ветошного гуся с божьими очами, Чтоб некая насошлися кольцы зюжьих дужек, Чтоб щедроть паучья лисья засвербила в душах, Чтоб смеялась шишья осень в запертой деревне, Где священной жопой озимь ёбнулся я древле. Что вчера происходило с я? О, вы будете смеяться, абсолютно нихуя! На плече моём холодном золотой не вырос гриб, Никаких в дремучий полдень не слыхал я певчих рыб. Лишь со свистом растворился в животе моём ларец, И без клювы прямо в сердце выебал меня скворец. Президент Елдышкин кызел, Это ясно всем, На гашиш он цены снизил, Было восемь, стало семь, Но зато теперь на улице запрещается свистеть, Всем и даже птицам курятся, Вообще пиздец. Нет от его новаций толку, По сути сделал вот он что, От горя он народного, Одну отрезал дольку, Но тут же приклеил ебёны новых сто. В нежном бареве Рубиновом Светлый окрылён тоской Мотя Протский мастурбировал На углу Тверской-Янской. Мимо шли гиппопотамусы, Гимн, играя на струнах, И кривые Нострадамусы В древнегреческих штанах. Ой, ты счастье колыбельное, Отчего же так темны Эти флаги корабельные, Усыплённые страны. Вот политическое стихление. Называется «Дополнение к сборнику поэтов В поддержку Григория Явлинского». Я хотел бы, помоги мне, фрюкинбок, Выебать Явлинского в пупок. Что подходит лучше, Лобзик, лом или скребок? Научи меня, о, фрюкинбок. Пьян я горнею тоской, Вышнею печалью добишь. Я насрал народ людской, Состоящий из уёбищ. О, придите на поклон, Кто ещё чуть-чуть остался, Будем пить одеколон За меня, святого старца. Зреть всё моё вам не можно, не можно, Да вам это, впрочем, не нужно, не нужно. Сразу вам станет тревожно, тревожно, И все вы подохнете дружно. Вы в мою норку не суетесь, не суетесь, Будете в ней вы не дома, не дома. Вас разъебёт моя горькая супесь, Тьма моего чернозёма. Вы лучше себе наеврите, пиздите, Вы лучше лежите в кровати, в кровати. Вы лучше подите, пожрите, посрите, И поучаствуйте в пати. О, всё моё так червиво, червиво, Так глупо, что можно уссаться, уссаться, Но моего прокажённого дива Я вам не позволю касаться. Съел я булочку, допустим, с маком, А плюю каким-то гаприаком. Как же всё непросто под луной, Особливо в случае со мной. Из града медного, медового, Зажиканного вдали грозовые, Низвергся тёплый сепловоз. И кудом раскалил, словно Адам Кадмон, Он мертвенного небосвода полого, Над Русью-куньею, куда блистанье рос. Он захуячен был, как бы ударом кыя, Сквозь млеко жаркое времён, И стало невъебенно лучезарно. К нему слетелись наподобие ос, Народа мымзики тщетой ведомого, И говорили, о, железный гегемон, Вези же нас туда, где наша Ненавия, Где наш Израиль, Китиш и Давос, Где наша школа, церковь и казарма, Когда ты силами сюда зафинделён. Ты увези нас прочь от ёбаного змия, О, ты не смейся, мы всерьёз. Они все были мёртвые, Но стали вдруг живые, И он на небо их полёз. Смысла я осилил смоль, Наломал соломьев, Жизни я изведал боль, Как Давид Самойлов. Памятник поставьте мне, Ёбаные бляди, Но не здесь, а на Луне Или в Ленинграде. Я уставил в небо чмошные глаза, О, стикси, ой, небо, О, райская крыза, О, китеж, о, фивы, О, бледный конь в пальто, Ой, вы, серафимы, Дайте мне вон то, Дайте мне жвачку, Чтобы я сживал, Дайте пукарячку, Я взорву какал, Дайте мне пилотку Увенчать главу, Дайте, дайте лодку, Я нахуй уплыву. Ну, придется прочесть триптих. Часть первая. Ленор Горалик, еврейка, блядь, Евреев надо всех расстрелять. Часть вторая. Полон музыки, Музы и муки, Поросенок Ефим Баренблат, Наилучшее средство от скуки, Это нахуй взорвать детский сад, Чтобы избавить детей от обузы, От унылых пожизненных дел, Чтобы август на шею, Как легкие бусы, Связку маленьких трупов надел. Часть третья. Неужели не случится Атомной войны? О, пускай, пускай случится, Боженька, вон ми, Чтобы не было ни башен, Ни колонн, Чтобы, наконец, подохли все, Чтобы больше в небе желтый клоун На гнилом не ехал к колесе. О, пускай не будет ничего, А меня отдельно ты ударь, Клюшкою лучистою пчело, Чтобы оно бы зазвенело, Аж словно колокол бы царь. На этой оптимистичной матье Я снова предоставляю славу Моему великому современнику Кириллу Медведеву. Спасибо. Я хотел бы переводы почитать еще. Переводы из двух поэтов. Сначала это переводы из Виттера Сержа. Он такой был поэт, Он писал по-французски, Но сын русских народовольцев, Воспитывался во Франции, Приехал в Советскую Россию В 19-м году, Поддерживал большевиков, Но одновременно в своем мире критиковал их, Что сильно отразилось на ее поэтике, Которая видится уникальной абсолютно. Для русской традиции, Потому что она хоть изначально Стихи написаны по-французски, Но в общем это человек до двух культур, И в общем я перевел довольно много его стихотворений, И какие-то из них сейчас хотел бы зачитать. Это стихи, написанные в 30-й год, Когда он в качестве участника левой оппозиции, Антисталинистской, Находился в ссылке на Урале. Где-то там. Полночь, я курю в сарае, Под крышей прожаревшей от снега, Млечный путь всияет сквозь щели, Вокруг сидящей на корточках старухи Как будто бродят гигантскими тенями старые слуги, Холопы, которых били и продавали. У нее сильные и цепкие руки, Которые в темноте работают над пустынной белизной, Сурово, настойчиво, испокон веков, Краша легкими щелчками мел, Которые она будет формовать на рассвете. Границ слегка вздрагивает от глухих щелчков, Может, это бьется старое, истощенное сердце этой земли, Я говорю громко, между долгими затишками слова, Почти решенные смысла, Чтоб заполнить пустоту между нами, старуха, Пустоту полного видения. Говорю шепотом о том, что поражает меня, Но тебе это непонятно. Пояс Ориона вдруг мечет на землю горящий звездопад, Как думаешь, это не конец света? Господи, помилуй наши поля, Все эти падающие звезды для людей одно горе. Где-то там, старушка, живут красавицы, Грациозные, надушенные, изнеженные, любящие, любимые. Они никогда не узнают ничего о твоей боли, О твоем голоде, об этих сумерках, в которых ты корпишь. Элегантные мужчины беседуют с ними, Интеллигентно взмахивая руками, Об эдиповом комплексе, об эстетическом чувстве, О сознании и даже о пролетариате. Сегодня вечером где-то там счастливая Ангелита, Кирида, Ангелита, амиго миа, Танта Кирида, милая, милая Ангелита, Дорогая, любимая моя, где-то там. Старуха отвечает мне сиплым голосом, Испорченным малярией, Что невозможно найти хороший рыхлый мел, Как бывало, что сакмара выйдет из берегов И зальет поля, Что жить тяжело, всегда было тяжело, И не знаешь, сколько еще терпеть эту жизнь. И работает, работает, работает руками до бесконечности. История России, это тоже триптих, Ну, какой, побольше, чем, который читал Кирилл. Кирилл. Царь Алексей Михайлович, тишайший, набожнейший, Мягчайший, мыл руки всякий раз, Когда их целовал чужеземец. Летописец сообщает, что этот добрый христианин Постился три дня в неделю, Что не помешало ему умереть от обжорства, Но предварительно, будучи кротким, Царем он отдал приказ о кое-каких пытках. Его изображались рожеватой бородой, Свежим цветом лица, Кладким лбом, С ускользающим огоньком в лукавых глазах, В остроконечной шляпе, Отороченной белым мехом. Он обожал жемчуг, парчу, Исфаханские шелка, Золото, серебро, Драгоценные камни. Раз в год устраивал пир для бедняков. Добрые бедняки, Пусть ваши ядвы Искупят его грехи, Турные помыслы, Чьи в угодье, Похоть и несколько бессмысленных боен. Видит Бог, Большая их часть была ученина неспроста. Я милостивый царь, Добрые бедняки, Даже если вы знаете, что он лжет, Пейте и ешьте досыта.